Суммы в платежках за квартиру и фактический расход ресурсов для волгоградцев они часто не совпадают. Но привыкать к этим странностям ЖКХ горожане не намерены. Так жители одного из домов в Краснооктябрьском районе направили коллективное обращение в региональное министерство ЖКХ. И сегодня в качестве ответа получили визит представители ведомства. За встречи наблюдала и наша съемочная группа. Леневка, бьюсь уже сколько лет, леневка в подъезде, в квартирах грильки появляются. Нету, из Ростова везут трубу, как из Магадана. А в Магадан быстрее сходить можно. Ливневой канализации у подъезда нет, а в подвале снова протекают трубы. Вода камень точит, в данном случае пример наглядный. В ожидании слесарей здесь обычно подставляют кирпич, чтобы стекало в ведро. К своей управляющей компании у жителей дома на 39-й гвардейской претензий и вопросов хватает. Трубы обновляются не так часто, как рапортуют представители компании. А водоразборные устройства в мусоропроводах не работали долгое время. Как поехала в министерство, Валентина Николаевна, сразу за два дня сделали. Узнали, что будет из министерства у нас телевидение. За два дня нам сделали воду горячую, холодную. Даже свет провели в мусорках. Комиссия из областного министерства ЖКХ подтвердила, водоразборные устройства здесь, в доме 18, не работали с сентября по декабрь прошлого года. Но плату за общедомовые нужды управляющая компания все равно начисляла. Хотя воду для мытья подъезда, например, набирать было просто неоткуда. Сделайте перерасчет, требуют жильцы. Вопрос у людей много возникает, почему не делается перерасчет сразу. Перерасчет делается месяцем позже. То есть снимается данная, фиксируется за месяц, какие были отключения, а спустя месяц делается перерасчет. Когда будут возвращены переплаченные заводу деньги, выяснить так и не удалось. Но обещания пока окажется достаточно. Вот только вопросы множатся с каждым присоединившимся к этой встрече. Почему у нас такая большая разница в показаниях по электроэнергии, общедомового и фактически затраченной электроэнергии? В электроэнергии разница зависит от соседей ваших, от недобросовестных платильщиков, которые не снимают данные показания, которые не показывают вовремя показания и которые не проходят расчет на дел. Поэтому получается большая разница. Счетчики в этом и соседних домах установлены примерно 80% квартир. Жильцы довольно активны, давно объединились в ТСЖ. Именно такие товарищества становятся голосом общества, показывая неприглядную в целом картину. К сожалению, приходится констатировать случаи вопиющих нарушений прав жителей многоквартирных домов. В связи с этим правительством Волгоградской области совместно с администрацией Волгограда разрабатывается ряд мероприятий по внедрению межведомственного контроля за деятельностью управляющих компаний. К тому же в начале февраля правительство региона подписало постановление, согласно которому нормативы на общедомовые нужды по водоснабжению будут пересмотрены, причем в сторону серьезного уменьшения платы. Так, экономия для жителей девятиэтажек и других высоток составит как минимум 45%, а для жителей менее высотных домов дойдет до 75%. Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.